Здравствуйте, друзья! Вот эту красоту, белая на белом, вот здесь напишем, чем я загрунтовал. Я взял, не загрунтовал, затонировал. Грунтом был, нормальный, хороший акриловый грунт, а затонировал я тоже акриловой краской. Называется для радиаторов. Она более качественная, чем для стен. Мало того, те красочки, которые подороже, они и получше. В них больше белого вещества, ну как бы такого клеющего вещества. Есть вот такие красочки, очень дешево стоят, это пигменты. Порошок, разбавленный водой, превращается вот в такую краску. Порошок, разбавленный маслом, превращается в масляную краску. И в этих емкостях строительных она очень дешевая. Хотя тот же пигмент, те же. Так что советую. И жиденько протеж. Настолько жиденько, что вы видите все вот эти прозрачности. То есть они произошли, потому что был очень жидкий слой. И как бы не нарушена структура самого грунта. Ничем. То есть тонкая пелена, но он уже тонированный. И уже не будет задачи закрашивать плотно густой краской белый холст, чтобы от него, так сказать, от его белизны избавиться. И так. Дальше работаю с разбавителем. Беру разбавитель. Беру белило. Беру небесно-голубую. Низ у нас будет синить. А верх, как вы видите, голубит. Даже где-то вот бирюзовые настроения. Белило. Небесно-голубая. Нежненький цветик небесно-голубой. Очень светленькое небо, поэтому сильный разбил. И теперь к этому замесу плюс розовое. Снова разбавитель добавил. Подхожу к линии соприкосновения деликатно. Начал ниже, вы видели, я начал ниже, чем линия соприкосновения. Чтобы сначала увидеть, что получается. Какое предстоит взаимоотношение. Хотя граница у нас будет здесь, но лучше было начать чуть ниже. Так, и может быть, немного чистые белила и кадмий красный. Кадмий красный будет более оранжев. Вот это дальнее облачко. Плюс оно. Чуть более оранжевенькое. Сбреваю лишнюю краску. Такое еле-еле мерцательное состояние. И чуть теневую облаку дам. Тоже бледненькую-бледненькую. Облачко стало кругленьким. Все это маловыражено. Ну, как раз в приличную для вот этого дальника меру. Так, а дальше мы берем королевскую голубую. Чуть с розовой. Уже будет такой сиреневатый цвет. Так. Уже будет такой сиреневатый цвет. Тональность этого пятна очень тихая. Еле темнее, чем небо. Еще светлее тональность на переднем плане. Здесь уже меньше розового, больше чистого. Разбело королевской голубой. То есть королевская голубая плюс белила. Небесная голубая плюс охра. Плюс розовая. И, конечно, наблюдаем тональную меру. Тональность. Слои краски, вы видите, совсем не густые. В каком-то месте отражение чуть больше розовит. В каком-то месте охрит разбелина. В каком-то месте ультрамарин с розовым синит. Тоже соберу лишнее вещество. Получилась большая мглистость. Тоже черный с розовым и вниз. Там тонально более мощное пятно. Возьмем. 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 Немного каких-то кустиков. Разбросаны. Возьмем. 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 Рыхленький мотив этого лёдика. Ну и, кстати, отражение не видно. У этих беленьких отражение неразличимо. Вот, ну, по-моему, картиночка в целом готова. И сама идея картиночки вроде как объяснена. Сейчас я ещё пару слов хочу сказать после вот этих штучек. Сейчас я штучек немножко поддам. Разбил чёрного с розовым. Разбил чёрного с розовым. Что я хотел сказать, что здесь, например, вот там чуть-чуть угадывается силуэт храма. А может, это дерево. Но можно было бы и силуэт храма дать, и несколько заснеженных крыш. То, кому вот хотелось бы населить эту территорию, то можно было бы так поступить. Вот. А кому хочется чистой природы, можно закончить на этом. Всё. Прошу. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова